В Эстонию пришла настоящая зима. В Украину пока еще нет. Но военные действия продолжаются. Более того, они стали более интенсивнее, как считают эстонские военные. И можно предположить, что с наступлением холодов они станут еще более интенсивнее, ведь своих промежуточных целей Россия не достигла. Основные боевые действия ведутся под Авдеевкой, на Бахмутском и Мариинском направлениях. Российские подразделения по-прежнему несут большие потери. По оценке эстонских экспертов Генштаба за неделю до 10 тысяч человек убитыми и ранеными. Сведения поступают противоречивые, но больших изменений линия фронта не претерпела. Сейчас все указывает на то, что боевая деятельность продолжается, и Россия хочет перехватить инициативу на разных участках фронта. И поэтому интенсивность боев в течение ближайших недель не уменьшится, а скорее вырастет. То же мы видим в использовании дальнобойной артиллерии. У России появилась возможность использовать артиллерию больше, чем в предыдущей неделе. В Эстонии свою первую годовщину отмечает дивизия Силы обороны. Она считает себя правоприемницей подразделения, созданного в декабре 1917 года во времена освободительной войны. Но в нынешнем составе создана ровно год назад. Она входит в состав северо-восточного корпуса НАТО, штаб которого расположен в Польше, и в состав которого также входят литовская, латвийская, польская и одна немецкая дивизии. Мы развиваем международную дивизию, пусть и территориальную ее задача – защищать Эстонию в Эстонии. Но уже сегодня Соединенное Королевство приняло решение в кризисной ситуации послать одну бригаду в состав дивизии, а также офицеров в состав штаба. Они с нами уже работают, как и французские военные. Более того, в боевых группах, в которых британцы играют ведущую роль, большинство батальонов служило в Эстонии. Они знакомы с нашим рельефом, с нашими процедурами, техникой и тактикой. Интеграция уже на высоком уровне. Мы работаем и над тем, как британская дивизия будет доставлена в Эстонию в случае кризиса. Создание дивизии длится не один год. Нужно не только знать о возможностях быть частью армии НАТО, но и уметь ими воспользоваться. Сейчас главное – пройти обучение штаба в НАТО по международной программе и получить сертификат НАТО весной этого года. Эстония стала третьей страной после Великобритании и Франции, которая проходит столь почетное, но и очень жесткое обучение, что обеспечит и международное признание. Михаил Владиславов, Андрес Лайго, Новости Таллина.